Всем привет, друзья! Меня зовут Дима и добро пожаловать в наш город! В прошлый раз мы остановились на том, как я немного сферился, мы решили подняться на крышу, но там произошел небольшой баг и мы появились в текстуруках. Но слава богу, именно эта крыша нам никак не понадобится, но справа на другой крыше была навесная переправа. До этой навесной переправы я, скорее всего, никак добраться не смогу, так что мы выбираем, наверное, другой способ побега. Мы можем, наверное, сбежать через вентиляцию, это первый способ. Но второй способ это найти красный ключик, и, наверное, поиском красного ключика мы сегодня и займемся. Я все так же работаю на кухне, и у нас есть только одно легкое задание, дать зажигалку шайбе. Но в прошлый раз я сказал то, что у меня есть уже только одна зажигалка, а одна зажигалка мне потребуется самому для крафта ключика. Батарейка нужна у нас кому? Баклану. И батарейка у меня есть, и она даже у меня просто-напросто лишняя. Так что я выполняю свою работу, а после этого я буду дружиться со своей бандой, да, найму парочку чуваков, которые будут сделать за меня всю грязную работу, натравлю их на одного офицера, и уже будем узнавать, у кого есть красный ключик. Ну, я уже создал себе небольшую банду, мы избили уже одного офицера, офицера мусора, и у него есть технический ключик, но он нам, к сожалению, не понадобится. Так что первая попытка, первый промах, не отчаиваемся, надеюсь, за этот день я всё-таки сумею найти этот красный ключик, а если нет, то мне, наверное, придётся просто скрафтить горячий шоколад, то есть я потрачу свою зажигалку, свою единственную зажигалку на крафт этого шоколада, и уже с помощью этого предмета мне придётся самому искать красный ключик. Но я всё-таки надеюсь, что я сейчас прямо забью кого-нибудь офицера, и я найду тот самый заветный ключик. Вау, 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 я не ожидал то, что я настолько везучий, но офицер-артист, и серьёзно, есть тот самый красный ключик. У меня недостаточно интеллекта, чтобы создать серьёзно, на то, чтобы создать какой-то слепок, мне требуется интеллект? Да ладно, окей, я знаю то, что красный ключик есть у артиста, главное это не забыть, так что мы мою банду не распускаем, идём на ужин, но у меня есть вообще-то замазка, так что её, наверное, надо сначала спрятать, уже потом пойдём на ужин, и надо бы прокачать себе немного интеллекта. Ну что ж, с интеллектом у нас были реально большущие проблемы, у меня там было что-то порядка меньше 20 даже, но ничего страшного, я весь день, весь первый свой день потратил на прокачку интеллекта, и теперь у меня уже 57 единичек. Но это не самое главное, самое главное то, что у меня сейчас есть 4 задания, которые я прямо сейчас могу выполнить, и, наверное, я сейчас этим займусь, у меня есть реально 4 задания, и все эти 4 задания я прямо сейчас, прямо на завтраке выполню, и я получу уже целых, наверное, 80 или даже больше долларов, и, в общем, у меня будет уже сумма приближаться к 200 долларов, и это очень много. Почти все задания я выполнил, не успел я только отдать чашку барыги, да, но это я потом сделаю. Ну а теперь, после выполнения своей работы, мне придется заново собрать свою банду и напасть на офицера-артиста, у которого есть тот самый красный ключик, который мне понадобится при побеге. У меня сейчас всего лишь 50 интеллекта, или где-то так, так что на крафт этого самого ключика мне не хватит, конечно же. Надеюсь, мне хватит на слепок, и слепок-то самое главное. После того, как я уже получу этот самый слепок, мне остается только прокачать немного интеллекта, и вот красный ключик будет у меня уже в руках. Успеть бы избить мне офицера до начала переклички, но банду-то я собрал, но вот теперь артиста я просто-просто не вижу. Надо отметить-то, наверное, на перекличке, там я стоять все равно не буду, артист туда не придет. Так что я со своей бандой просто убегаю и иду искать артиста. Как повезло, артист тут у нас залагал, и ему никто не поможет, потому что офицера здесь вообще нету, все они либо на перекличке, либо вообще куда-то ушли. Так что его мы избиваем, да, но угадайте, какой дурак забыл взять за маску. Ну, слава богу, здесь рядом моя камера. Так вот, тальк, тальк есть, теперь мне надо быстро обыскать столик храма, взять оттуда одну зубную пасту, быстро скрафтить себе за маску, и надеюсь, теперь мне хватит на то, чтобы я смог скрафтить слепок. Есть, у нас есть уже слепок, ключик мы возвращаем артисту, забираем у него форму охранника и дубинку. Все, у меня есть теперь слепок, мне остается прокачать только 80 интеллекта. Наверное, этим я прямо сейчас и займусь, только оставлю всю запрещенку у себя в камере. У нас ужин, а на ужине как раз я и могу выполнить свое последнее задание, это дать чашку для барыги. И, кстати, надо еще найти клей для крыла. Ну ладно, и так у меня денег уже очень много, так что клей я дам потом как-нибудь. А пока дарю чашку просто барыги и получаю свои деньги. 218 долларов, это очень много. Я и еще беру легкие задания, господи, два легких задания. Три, почти три легких задания. Офигеть, ребят, денег реально, ну очень много. Только вот я не знаю, на что их можно потратить. Сегодня, я думаю, мы уже скрафтим ключик, и надо бы забежать уже в то помещение, то есть в ту зону, и посмотреть, что там у нас есть. Потому что мои деньги уже надо куда-то потратить, а что я там найду, я не знаю. Возможно, там будет какая-то стена или решетка, я понятия не имею. Возможно, там будут даже мины, и если там реально будут мины, и я подорвусь на них, это будет вообще большущий фейл. Но, надеюсь, у нас все будет хорошо. И у нас есть уже 80 интеллекта, так что я сейчас бегу просто опять к столику храму. Забираю у него одну заточку, то есть обычный гребень. Из-за того гребня я делаю жидкий пластик, и уже заливаю его в форму. Красный ключик уже готов, пока я его оставлю у себя в столике, пусть там лежит. А мы сходим в душ, и уже после душа я нацеплю форму офицера, и схожу прям так глазком, посмотрю, что там есть в той запретной зоне. Надеюсь, меня не убьют, а то если меня убьют, я, во-первых, потеряю свой ключик, а во-вторых, я потеряю уже целых 20 баксов, это очень много. Ну что ж, была не была, переодеваемся в форму офицера, и проходим через эту красную дверь. Идем и смотрим, что здесь есть. Здесь такие же дороги, такое же здание, и что-то ниже я опускаться не хочу, потому что я думаю, там у нас будут мины. Серьезно, ребят, я туда не хочу заходить, потому что, ну, прямо догадываюсь, что там у нас есть мины. Ну, смотрите, тут у нас заборчик интересненький, и, похоже, мне потребуются кусачки. Ещё тут у нас есть небольшой генератор. Блин. Да, я думаю, там будут у нас мины, так что я туда ниже не хочу спускаться, и меня убивает снайпер. Но, в принципе, я получил очень много ценной информации, а на красный ключик вообще плевать, потому что красный ключик мы можем вообще в любой момент достать, это для нас как раз плюнуть. Главное, я сохранил свои деньги, и главное, я сохранил свой интеллект, который так долго прокачивал. Я нашёл тальк, и всё, в принципе, надо найти только ещё, по-моему, одну зажигалку. Воу, я обожаю такие моменты, когда я говорю о каком-то предмете, и я его нахожу. Это просто офигенно зажигалка, тальк, два талька у нас есть, и реально, то есть в следующей части мы уже отсюда будем сбегать, только вот я не знаю ещё как, потому что там есть какой-то генератор, и получается, раз есть генератор, то и должно быть что-то под напряжением, то есть какой-то заборчик под напряжением, но я его там не видел, я видел только какую-то обычную решётку. Так что завтра мы всё-таки скрафтим, наверное, кусачки, или даже лопату, и попробуем уже сбежать с этой карты. Ну а на этом у меня всё, ребят, я надеюсь, вы не огорчены, то что я начал так прям жестоко монтировать, то есть я прям так беспощадно нарезаю свой летсплей, если я считаю то, что этот момент скучный, я просто беру его и вырезаю, и поэтому ролик становится намного-намного короче. Напишите в комментариях, что вы любите смотреть больше, обычный летсплей, или летсплей с нарезкой, как например у нас с Ромой, где мы просто берём и вырезаем ненужные части. Да, пишите в комментариях, я обязательно всё прочитаю. Ну а на этом у меня всё, ребят, с вами был Дима, удачи вам, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok